Скажу, как работать с руминацией, когда вы сидите в плотной руминации, то есть постоянно находитесь в ней, вы постоянно себя сканируете, вы постоянно думаете про свое состояние, и получается, вы как будто крутитесь у себя внутри, в голове, вы сидите внутри себя, вы видите внешний фон, но вы постоянно сконцентрированы на себе. И вот это тревожное мышление, что со мной, и вы не можете с этого вырваться. Сейчас я вам покажу упражнение, которое я применял дома, потому что на улице я ходил, считал окна, деревья, смотрел на облака, как бы на улице я работал по-другому. А вот дома именно я применял это упражнение, исходя из того понимания, как работает наш мозг. Сейчас я вам буду объяснять. Вот смотрите, вы постоянно находитесь в себе, и ваша задача увлечь мозг на внешний фон, чтобы он переключился на то, что находится вокруг вас. Да, дают такое упражнение, как бы посчитается там пять цветов в комнате, но это не работало. Наш мозг управляет всем, что есть у нас, то есть зрением, нашим голосовым аппаратом, языком, нашим движением и нашими внутренними органами. Мозг получается как штаб, и он этим всем управляет. Вот. И поэтому стояла, у меня стояла задача заставить мозг отвлечься от вот этого внутреннего своего наблюдения и думания про это. И я придумал вот такое упражнение. Я начинал идти, и все действия, которые я делал, я проговаривал. Вот, например, вот моя нога, вот вторая нога, вот моя рука. В этот момент я обращал внимание на руку, проговаривал это. По необходимости можете еще изменить тембр голоса, как бы вот, вот моя рука, вот моя нога. Но здесь важно понять задачу этого упражнения. Задача этого упражнения, чтобы перещелкнуть мозг и заставить его обратить вот на эту руку, вот на эту ногу. Вот, например, там я брал кружку, я беру кружку, я беру ложечку, насыпаю, сахар размешиваю. Все, что вы делаете в квартире, все это дублируете, проговариваете. И самое важное, смотрите на это, как бы увлечь мозг от этого, переключить его от этого вот сканирования и наблюдения в себе, когда вы сидите, вот какая стоит задача вот этим упражнениям, чтобы перещелкнуться. Но это очень тяжело, это очень тяжело. Я это делал постоянно, как бы сказать, целый день, потому что на начальной стадии, вот только ты выщелкиваешься, вы это будете замечать, вы на минутку выщелкнулись, потом он вас обратно стягивает, вы обратно начинаете крутиться. Как только вы снова начинаете крутиться, вы снова начинаете делать это упражнение, вы снова выщелкиваетесь. Это тяжело, но вы заметите, как вы выщелкнетесь. Здесь важно не сдаваться, а упорно вот это делать, 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 и вы в конце концов выщелкнетесь. Но потом он снова стянет, вы снова выщелкиваетесь. И вот так вы делаете до тех пор, пока вот этот разрыв между вашим сканированием и думанием про свое состояние не начнет увеличиваться вот этот промежуток, когда вы про это не думаете. Вот. А уже когда вы научитесь это делать, там я уже применял другую методику по останавливанию вот этого мышления, руминации так называемой. Вот. Вот это мое первое упражнение, про которое я вам хотел рассказать. Еще расскажу вам про второе упражнение.